Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Ирина Шатаева, руководитель литературного объединения «Феникс». Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте! Сегодня вообще модно отдавать детишек куда-нибудь на плавание, на спортивную гимнастику, фигурное катание. А вот про литературное объединение многие даже не задумываются, что они у нас есть на сегодняшний день. Если можно, расскажите о вашем литературном объединении, чему вы детей учите и чем там вообще занимаетесь? Да, конечно. Литературное объединение существует. В частности, наш лид-клуб – это «Феникс». Он существует достаточно давно. Вообще, первые ниточки, первые истоки потянулись с 1991 года. Это тогда проходил некий конкурс для поэтов, для рязанских начинающих талантов. Было прислано более 60 работ, из которых отобрали самые лучшие и попробовали в качестве такого небольшого эксперимента выпустили сборник «Есенинские березки». И тогда преподаватели и наши члены Союза писателей, которые действительно занимались этими детишками, с ребятами, они стали задумываться, стоит ли выделять какую-то базу для действительно развития их творчества, их литературных, так сказать, навыков, талантов. Да, совершенно верно, навыков, талантов. И тогда была выделена база нашего Рязанского дворца творчества. У истоков на тот момент стояла Светлана Зиновьевна Саратова. Именно она и запустила новый виток открытия этого лид-объединения под названием «Феникс». На протяжении долгого времени педагогами являлись член Союза журналистов России и краевед, наш Рязанский краевед Людмила Георгиевна Гаенко, как я уже сказала, Светлана Зиновьевна Саратова, первооткрыватель, поэт, исполнитель, также член Союза писателей России Нурислан Ибрагимов. Очень большой и значительный вклад внесла поэтесса Елена Бартенева. И в 2015 году я приняла эстафету и теперь являюсь на сегодняшний день руководителем и преподавателем лид-объединения «Феникс» в дворце творчества. Ирина, ну вот смотрите, если каким-то, ну не знаю, там в спорте детей чему-то вот учат, да, что и как правильно делать? В литературе ведь так не получится, особенно в поэзии. Научить, ну вот с моей точки зрения, да, научить этому нельзя. Вот либо есть какой-то дар, либо его нет. Вы на занятиях вообще, как строится занятие? Какие, не знаю, знания вы пытаетесь передать детям? Совершенно верно, Ирина. Нельзя научить таланту именно литературному. Многие приходят давно к выводу, известные критики, драматурги, литераторы, что с ним действительно человек рождается. Это как некое зерно, которое действительно, оно уже посеяно в ребенке, а тем более в талантливом ребенке. Это даже если вспомнить сказку Андерсона «Дюймовочка», когда женщине дали зерно, и она совсем не знала, что вырастет из него. А самое главное, как ухаживать за этим зерном. И выросла прекрасная девочка-дюймовочка, мы, насколько помним. И то же самое у нас в ЛИТ-объединении. Когда приходят дети, я разговариваю с родителями, очень многие стесняются. Я разговариваю с мамами, говорит, мой ребенок стесняется, помогите. Талант есть. Почему стесняются? Стесняются публики, это первое. Второе, наверное, показать, на что способен ребенок. Стесняются в силу юного возраста. Очень много приходит маленьких, 7-10 лет. И родители просят помочь, подтолкнуть, развить, выявить какие-то ниточки вот этого литературной поэзии. Ваше литературное объединение занимается только поэзией или прозой в том числе? Нет, конечно, мы занимаемся прозой. Сейчас в наше время, 21 век, очень различные направления, жанры, так сказать, тенденции в литературе. Это не только проза и поэзия. Мы не будем делать акцент на этих двух жанрах. Сейчас девочки пишут эссе, свои статьи, интервью. То есть переходят на более уровень. Но это уже, я имею в виду, старший возраст моих воспитанниц. То есть вот такие вот уже. Ну вот смотрите, как проходят занятия. Ребенок приходит, он вам читает то, что он написал. Вы даете этому какую-то оценку, даете какие-то советы, где что исправить, подправить. Как? Обязательно. Первая часть нашего занятия мы обычно посвящаем чтению уже известных поэтов нашего Рязанского края, Золотого века. Это по желанию. Девочки читают с удовольствием, с выражением, кто как может, а оценивают уже не только я, а, естественно, мы все вместе за круглым столом. То есть такая теплая, дружеская атмосфера, можно сказать, очень располагающая действительно к какому-то вдохновению, которую они черпают у нас на наших занятиях. Вот когда вы слушаете их произведения, да, то, что они вам читают, не знаю, поражаетесь тому, как они пишут, какие темы они затрагивают? Конечно, конечно. Во многих строчках, ну уже, конечно, более старшего возраста девочки, я узнаю себя. Узнаю себя буквально там 20-25 лет назад. Очень похожие у нас идут темы. То есть, казалось бы, вот мое поколение, это поколение распада СССР, и поколение сегодняшнее, тема, они одинаковые, и все темы актуальны. О чем они пишут? Пишут о самореализации. То есть, эта тема, вот тогда, в наши годы, когда это вот конец 90-х, неопределенное, непонятное время, не только для молодежи, и для более зрелого возраста, мы боялись, мое поколение боялось, куда мы придем, когда останавливались заводы, когда вот это страшное время. И, оказывается, сейчас, сейчас поколение, молодежь тоже боится. То есть, проблемы остаются, ну, те же самые, неопределенность, то есть, поступают в институт, а что будет дальше, найдут ли они достойную работу и так далее. То есть, каждый хочет применить себя, но это, наверное, самое главное, найти свое призвание. И это они отражают в своей прозе, в своей поэзии. Насколько я знаю, вы уже успели поучаствовать в литературных конкурсах. Если можно, чуть подробнее, что это за конкурсы, какие успехи? Да. Первый конкурс, в каком мы участвовали, он стартовал 16 ноября 2015 года. Это открытый интернет-конкурс, детский и юношеский открытый интернет-конкурс на базе нашего дворца. То есть, предлагалось интерактивное задание для детей разных возрастных категорий. Это 7-9 лет, 13-15 и 16-18 лет старшей категории. Набор рифм, из которых предлагалось создать какой-то шедевр свой, литературный. От нашего феникса работ было принято очень много, но не только фениксы участвовали. От нас участвовали 8 работ, и 6 из которых призовые места. Еще один фестиваль мы участвовали, «Серебряный луч», который проходил в Нижнем Новгороде. Он уже является не городским, а как международного плана. Тема была как раз в конце ноября посвящение Дню Матери. И тематика была такая, то есть отразить тему мамы, сестры, бабушки. То есть женская тема очень вечная, для девочек тем более. От феникса участвовали две девочки, получили сертификаты. Ирина, вот давайте, может быть, сейчас кто-то из телезрителей увидел, заинтересовался. Скажите, по каким дням, в какое время проходит у вас занятие? Можно ли к вам присоединиться в середине учебного года? Конечно, можно. Даже нужно. Я хочу не только пригласить детей, а также пусть приходят с родителями, с бабушками. От 7 до 18 лет. То есть вот такой большой разбег у нас возраста. Мы объединяем группы и занимаемся. Встреча в субботу в 15 часов. Ну, это первая встреча, а там мы разобьем уже. Напомним, что литературное объединение «Феникс» работает в Дворце детского творчества и ждет всех желающих. Ирина, большое спасибо, что вы нашли время сегодня к нам прийти. Мы желаем вашим ребятам успехов в их творчестве. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. Увидимся в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова